Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы «Зависимый человек и его семья». Алкоголик страдает от алкоголя, а его близкие и родственники – от самого алкоголика. Чаще всего созависимыми становятся супруги и дети. Они стараются контролировать его, посвящают всю свою жизнь его спасению. Однако такое поведение лишь усугубляет ситуацию и отнюдь не способствует появлению у пьющего человека мотивации к лечению. То же самое можно сказать и о наркоманах. Но даже после лечения «Зависимый человек» обычно возвращается в привычную среду. И примерно 70-80% срывов происходит благодаря, в кавычках, родственникам. Неосознанно своим поведением они провоцируют близкого человека на употребление алкоголя или наркотика. Каким же образом они провоцируют срыв и как этого избежать? Об этом и о многом другом через минуту расскажет специалист. Химическая зависимость – это болезнь ума, души и тела. Она поражает человека на многих уровнях. Последствия сказываются и на членах семьи, где находится зависимый человек. Ежедневно, идя на компромисс, близкие люди начинают не жить, а выживать, приспосабливаясь к ситуации. Их защитные механизмы – от чувства обиды, гнева, страха, вины и страдания, сверхответственность и сверхконтроль. Но, как правило, эти действия являются иллюзорной попыткой изменить реальность. Они сохраняют систему семейных связей, но в то же самое время укрепляют и затягивают болезнь. Еще раз назову тему сегодняшнего выпуска. Она звучит так – «Зависимый человек и семья». А в студии у нас специалист, благодаря которому мы сегодня прольем свет на эту немного загадочную тему и довольно трудную тему. Медицинский психолог, сотрудник наркологического областного диспансера, катарсис Ирина Николаевна Черенкова. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Мы давненько не посвящали наш выпуск этой теме, но мне со всех сторон говорят, что она злободневна. И несмотря на то, что коронавирус бушует, алкоголизм у нас не уменьшается в обществе, среди населения. Поэтому говорить об этом, наверное, действительно нужно. Вот скажите, пожалуйста, действительно ли родственники, борясь за своего близкого, совершают неосознанно ошибки? Давайте я немножечко введу в курс дела, как обстоит ситуация на сегодняшний день. Вот приблизительно до середины прошлого столетия было принято оказывать наркологическую помощь адресно, то есть непосредственно болеющему. А в связи с развитием системного подхода мира, природы человека, заболевания стали рассматривать как био-, психо-, социо-духовное. То есть четыре самые важные сферы для человека, благодаря чему человек остаётся человеком. Для него важно быть физически здоровым, психологически здоровым, иметь социальный статус и быть духовно, ну, определенного уровня духовного развития быть. Так вот, предполагается, что вот с одним человеком случается зависимость, с другим не случается. Предполагается, что как раз в этих четырёх сферах изначально есть предпосылки для развития заболевания, изначально есть причины для сохранения этого заболевания. И, соответственно, если мы хотим человека вытащить из зависимости, то воздействовать нужно на все четыре сферы. И вот благодаря такому подходу сместился как будто бы фокус внимания самого зависимого как единственный источник всех проблем его близких людей. А семья, как известно, это самый главный, самый первый микросоциум, в который попадает человек. И семья — это такая мощная система, очень важная для каждого человека, работающая система, даже если это нам не видно глазом и нашим восприятием. И нужна она нам только тогда, когда она работает, эта система. Работает она по определённым сценариям, по определённым правилам. Существует иерархия в семье, существует распределение прав, обязанностей, власти, подчинения. То есть такая большая... Семья — объект трудный, но изучению подлежит. И поэтому, когда в семье появляется зависимый человек, это говорит о том, что вся эта система засбоила. То есть что-то произошло в ней, какая-то проблема в ней существует. И когда появляется эта проблема в семье, всё внимание на себя начинает перетягивать какой-нибудь из участников этой семейной системы. Это может быть взрослый человек, это может быть ребёнок. Ну вот в данном случае, в тему нашей передачи, это вот зависимый. То есть посмотрите, как меняется отношение. К нам в основном приходит такой запрос. У нас прекрасная семья, у нас крепкие отношения. Вот если бы не его зависимость, всё было бы замечательно. Врачи, психологи на сегодняшний день рассуждают иначе. Они говорят, значит, изначально что-то в семейной системе начало происходить. Это может быть родительская семья, это может быть собственная семья, супружеских отношений, что появился в семье зависимый. Поэтому первое, что мы делаем, спрашиваем у наших пациентов, кто твоя семья, кто являются доверенными лицами и заинтересованы в твоей трезвости, и будет он называть пять человек. Значит, мы предполагаем, что все эти пять человек идут к нам на терапию. Назовет 15 человек, значит, мы предполагаем, что все эти 15 человек должны прийти на терапию. Это, конечно, идеальный вариант. Но получается так, как получается. В лучшем случае приходят жены самые близкие, мать приходит, кто из близкого окружения. Но хотелось бы, чтобы семья подключалась к процессу лечения, потому что это ответственность, которую делит вся семья в целом. А вот я хотела бы спросить, как реагируют родственники, которых приглашают на такую работу? Ведь чаще всего это герои, они воспринимают себя именно так, что они сражаются, они помогают, они сами-то не страдают, а их обвиняют косвенно в том, что они способствуют алкоголизации или наркомании у близкого человека. Да, вот самое главное, что мы, конечно, не ищем виноватых. Мы, слава богу, чуть обеляем нашего пациента, потому что ему и так тяжело у него хроническое, прогрессирующее заболевание. И плюс он еще становится таким источником несчастья всех. По-разному относятся наши родственники, кто-то с пониманием, но я скажу, сопротивление обычно больше, даже чем у пациентов, потому что начинается с перечислением, что было сделано для того, чтобы зависимый перестал употреблять. Все понимают, что эти действия бесполезны или носят временный характер, ни к чему не приводят. Все равно продолжается это безумное действие. И, наверное, только единицы тех людей, которые позволяют себе усомниться в собственной правоте. Мне кажется, это самое главное такое качество позволить себе сомневаться в том, что ты прав. И вот здесь медленно идет вот этот перелом взятия ответственности на себя, в том числе, за то, что происходит в семье, а не находить козла отпущения. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорим о зависимых людях и их окружении, самом близком окружении в семье, о том, как выстроить отношения между зависимым человеком и его родственниками для того, чтобы справиться с недугом. Наш телефон 67 97 67. Если вы имеете собственное мнение по поводу обсуждаемой сегодня темы, либо хотите задать вопрос, наш телефон к вашим услугам. Его номер вы постоянно видите на экране, я еще раз готова его назвать 67 97 67. Если позволите, я уже начну озвучивать вопросы, которые пришли накануне. И в частности, Павел пишет, что 10 лет употреблял наркотики все подряд. Сам не мог бросить, не обращался за помощью, потому что боялся, что его осудят. Родители тоже все скрывали, решали все его проблемы. Кроме того, он думал, что реабилитации хороших нет, что все это развод. На самом деле все оказалось не так, пишет Павел. Когда дома атмосфера стала невыносимой, я сам попросил о помощи, прошел лечение и реабилитацию. Избавился ли я от зависимости окончательно, задает вопрос Павел, и сам отвечает, не знаю, пока удается жить нормально. Вопрос, как можно получить психологическую поддержку для профилактики, чтобы прошлое не вернулось? Спасибо за вопрос, Павло. Что мне кажется здесь важно? Вот такая иллюстрация, почему наши пациенты с трудом обращаются за помощью. Потому что есть страх, есть тревога, есть беспокойство, есть недоверие. И возвращаемся к теме нашей программы. Семья. То есть семья – это источник ресурса, семья – это источник поддержки, да, семья – это источник помощи, безоценочной, да. И здесь мы видим, вот если потому, что пишет Павел, семья-то сама, как система, находится в тревоге. Скрывали, решали все проблемы, да, очень долго, ну, не хотели признать, что, да, действительно это есть. Это частый случай, это же не крайне, это скорее всего так постоянно, да, когда мы сталкиваемся с проблемой какой-то, первое, что мы начинаем делать, это справляться с ней самостоятельно. Это уже после, когда видим исход всех этих попыток, да, мы начинаем там какие-то меры другие принимать, к близким обращаться, и только потом, чуть не в последнюю очередь, идем к специалистам. Поэтому вот это как раз такой пример, как близкие могут мешать выздоровлению, да, и как важна семья и семейная поддержка в выздоровлении. И все-таки, конечно, какой-то переломный момент в семье Павла наступил, он обратился за помощью, единственное, что, ну вот, не очень понятно, мы не знаем, да, в каком центре он проходил реабилитацию, да, что он имеет в виду даже под реабилитацией, потому что многие наши пациенты и детокс называют реабилитацией, да, мы будем надеяться, что он все-таки полноценную реабилитацию прошел. Так вот, в нашем стационаре реабилитация занимает время практически в среднем три месяца, и, конечно, пациенты после нашего стационара едва ли будут задавать вопрос, излечился я или нет, потому что априори понятно, что заболевание хроническое, да, мы его не можем вылечить, но мы можем обеспечить большой длительный период трезвости, да, и, конечно, наши пациенты выходят с четкой инструкцией, что они будут делать после того, как выпишутся со стационара, да, им обычно рекомендуется посещение собраний сообщества анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, им рекомендуется в ближайшее же время прийти на прием к врачу в поликлинику для того, чтобы продолжить наблюдение, для того, чтобы присоединиться к амбулаторной реабилитационной программе, то есть до поры вот полной социализации, когда человек уже едва ли будет задавать вопросы, что мне делать. Я не знаю, что там засбоило у Павла с его лечением, с реабилитацией, но поскольку тревога сохраняется, и он задает этот вопрос, он правомочен. Я думаю, нужно обратиться к врачу-наркологу, тот, кто давал ему направление на реабилитацию, и на месте уже сориентироваться, что делать после стационарной реабилитации. Ясно. Следующий вопрос от Веры. Она пишет, что живет с алкоголиком, кодировался не один раз в разводе. Не уходит, видимо, бывший муж, так как у него есть доля в квартире. А мне с ребенком идти некуда, пишет Вера. Снимать квартиру средств нет. Бывший муж состоит на учете. Время от времени лежит в наркологии, когда начинается белочка. Никто не может сказать, что с этим делать и как жить. Как вылечить алкоголика, если он не хочет лечиться? Наверное, этот вопрос задают очень многие. частая ситуация, как ситуация жизненная, когда есть проживание на одной площади, на одной территории с зависимым человеком. Вот что я точно могу сказать, что не лечит от зависимости развод. Вот это я могу сказать точно. Вот почему люди делают такие шаги, не отдавая отчет, для чего делать, тем более, что остается все равно жить на той же территории совместно. Какие-то явно другие действия нужно было делать. Но пришло предположение, что развод как-то может сыграть на саму ситуацию в целом. Развод зависимость не лечит, как и развод не лечит созависимость. Но то, что развод является по стрессогенности второй после смерти, то есть люди добавили еще вот такую неприятную ситуацию в личные переживания. Что делать в этой ситуации? Наверное, всегда будет очень индивидуально. надо обязательно обращаться на прием к психологам, психотерапевту в поликлинику, тем более, что пациент стоит на учете. И будем разбираться, что с этим делать. То есть лечить можно, если алкоголик сам не хочет, принудительно, скажем так. И будет ли эффект от такого лечения? Принудительно точно ничего нельзя. Я всегда говорю, что любые действия, если мы делать их с разными мотивами, получишь разный результат. Все зависит от мотива, с которым мы подступаем к выполнению какого-то действия. Если мотив будет понимание, что это болезнь, если мотив будет понимание того, что я лично могу сделать в этой ситуации, не что он должен сделать, то, что это человек со сниженной критичностью, с болезненным состоянием, он не возьмет на себя ответственность в решении таких вопросов. Вот если взять на себя часть этой ответственности, то есть сейчас достаточно много и литературы, и видео, где можно прям вот конкретно какие-то основные идеи, как себя вести, как поступать в ситуации, когда человек не хочет лечиться. Но я бы все-таки советовала со специалистом, потому что это очень тонкая грань между манипуляцией и помощью. То есть, несмотря на то, что Вера уже разошлась со своим мужем, алкоголиком, тем не менее, она может ему помочь, если она узнает, что сделать грамотно. Я думаю, что она хочет с ним оставаться, иначе бы этого вопроса не возникало. Может быть, разъехалась бы уже. И разъехались. То есть, всегда есть возможность какая-то выйти из ситуации, но где-то, видимо, подсознательно что-то их оставляет вместе. Мне кажется, есть вариант. Надо обращаться. Следующий вопрос от Ларисы. Она пишет, что у знакомой сын был наркоманом. Так сейчас он благодарит свою мать за то, что она сдала его в милицию. Это позволило ему осознать проблему и начать ее решать. Но всегда ли нужно обращаться именно в милицию, спрашивает Лариса. Можно ли обратиться, например, к психологу или наркологу для начала? Так, для начала если зависимость близкого создает угрозу безопасности и жизни, это только полиция. Вот это точно для начала. Если стоит человек перед таким выбором. А потом, знаете, у нас есть такой термин жесткая любовь. То есть мы всегда говорим о том, что мы очень любим нашего близкого зависимого, очень любим человека, но мы очень не любим его болезнь. поэтому мы ничего не будем делать для того, чтобы его болезнь продолжалась, процветала, чтобы он не встретился со своей ответственностью перед тем, что он делает в результате своей зависимости. но к этой жесткой любви готовы не всегда и не все. И очень часто я встречаю раскол в семье, когда, допустим, если это касаемо ребенка своего, мама согласна к таким решительным действиям, папа не согласен более чувствительно, ранимый к таким действиям. И вот опять история для семейной терапии. Прийти, разобраться, что такое происходит в семье, появились разные взгляды, и только исходя из общего решения, четкого, стойкого, можно совершать какие-то действия. Всегда говорю своим пациентам, когда ты еще на перепуте, когда тебя еще качает, когда ты не очень уверен в своих действиях, лучше не делать. Скажите, пожалуйста, а вот группа, которая существует в катарсисе для родственников, она помогает родственникам выработать определенный алгоритм действий, что говорить, как поступать для того, чтобы подтолкнуть к лечению? Ну вот все уже, весь словесный запас исчерпал, все уже и уговаривал, и там, я не знаю, угрожал, и кричал, и выгонял, а вот результат нулевой. И вот как родственникам все-таки правильно действовать? Учат ли в этой группе? Ну, как я уже сказала, что семья – это система, когда меняется какой-то элемент этой системы, меняется вся система. Группа работает в поликлинике катарсис давно, проходит она по средам в 6 часов, каждую среду в 6 часов. Собираемся мы для того, чтобы как раз разобрать и сложные ситуации, и непонятные вопросы. Мы смотрим фильмы, мы проигрываем даже некоторые ситуации. Мы настроены в группе на то, чтобы понять эффективное взаимодействие, эффективное общение. Вот то общение, которое не будет поддерживать зависимость, а будет вынуждать вести здоровый образ жизни. Поэтому, во-первых, групповая работа и самый эффективный такой метод психотерапии. Создается особый микроклимат, доверительные отношения, и люди научаются очень многому. Даже такой рефлексии, как меня видят окружающие, как я воспринимаю окружающих, что я с этим делаю, когда вижу что-то неприятное в другом человеке, я это как-то складирую, замалчиваю, или я могу наоборот об этом корректно высказывать, удовлетворять свою потребность. Поэтому группа инструмент мощный, обращаться стоит. Группа называется гармония, и буквально завтра, в среду, в 6 часов уже занятие. Как попасть в эту группу? Ведь наверняка группа не может быть безразмерной. Во-первых, у нас есть люди, которые ходят давно, есть кто, конечно, приходит и говорит, я уже 5 лет в группе, я в 6, это не значит, что все 5-6 лет они находятся в группе. Это такая поддержка, какой-то период времени посещают регулярно, потом уходят в социум, потом возвращаются. Просто человек всегда знает, куда он может прийти, чтобы получить ответы на интересующиеся вопросы. Поскольку сейчас длится карантин у нас, стоит позвонить по номеру телефона нашего кабинета и записаться на группу предварительно. И, конечно, желательно подойти за какое-то время до начала группы, чтобы мы познакомились лично и было понятно, на что настроен близкий родственник. Если можно, номер телефона. 63-67-14. Это кабинет психологов. 63-67-14. Большая Московская, 108, кабинет 17-й. Да, занятия проходят в 17-м кабинете. И как долго они идут? Занятия идут примерно два часа. Время нам категорически не хватает. Но это такой хороший заряд до следующей среды. Потому что даже то, что произошло на группе сегодня, осознается на протяжении всей недели. И, в общем, так получается, что как-то внутри тебя живет группа, внутри тебя есть психолог. Все это уходит в такую внутреннюю поддержку, внутренний делок. Вы понимаете, в чем вопрос? Когда человек настраивается на посещение психолога, он может в принципе до него не дойти. Потому что в этот момент у него уже проходит такая работа внутренняя, такие ресурсы открываются, что он может сам ответить на многие вопросы и взять ответственность за эти решения. Поэтому иногда можно просто созреть до мысли и идти к психологу и походить с этой мыслью неделю, две, три. Работа в этой группе платная, бесплатная? Работа эта в группе бесплатная. Это государственное учреждение? Да. Это касается пациентов, родственников и пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении. Но есть у нас возможность приглашать людей в группу и со стороны. И еще, пожалуй, что самое интересное, что те родственники, которые пришли в эту группу и начали заниматься, это же в основном действительно, как вы сказали, отчаявшиеся люди, когда использованы все методы. И вот, когда начинается личная трансформация человека, что-то начинает происходить с близким окружением. И у нас сейчас в последнее время на эту группу стали приходить уже сами зависимые, потому что какое-то время они перестали употреблять кто-то каким-то чудом, как мы это называем, это чудо, когда он вдруг в таким косвенным отношении, косвенным воздействием вращается к врачу, к психологу, кто-то как-то самостоятельно останавливается от употребления, и приходят в нашу группу для того, чтобы вот это взаимодействие улучшить семейное. Потому что история-то в чём? Зависимость-то, как бы трезвость мы можем достичь, а отношения-то останутся прежними. То есть вот тот конфликт, который возникает в семье, из-за чего зависимый в семье и получается, он же остаётся нерешённым. Поэтому так или иначе трезвый человек, опять нужно войти в какие-то новые отношения, встретиться с новыми, может, со старыми даже трудностями, да, и с новыми. А вот как их решать? Одному нужно научиться делать это без психоактивных веществ, а другому тоже с доверием, с верой, да, потому что как же иначе жить, если всё время подозревать, прислушиваться, принюхиваться, контролировать и так далее. Это же ведёт к полному истощению. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли время сегодня к нам прийти, за то, что вы рассказали о достаточно интересной группе, которая многим помогает. Я лишь напомню, что это группа для родственников зависимых, называется она «Гармония». Занимается она по средам в 6 часов на улице Большой Московской, дом 108, кабинет номер 17, телефон 63-67-14. Мы сейчас подведём небольшой итог сказанному ранее в этой студии, затем вернёмся в прямой эфир и узнаем, кто придёт к нам завтра. Родственники химически зависимого человека обычно всеми силами пытаются ему помочь. Однако часто они совершают не те действия и говорят не те слова, которые позволили бы избавиться от недуга. Не добиваясь результата, близкие отчаиваются, лишаются моральных и физических сил. Такое состояние называют созависимостью. Оно также требует психологической и терапевтической помощи. Обращение к специалистам наркологического диспансера даёт возможность изменить своё поведение и отношение к проблеме. В результате этих изменений выздоравливает вся семья. Тима следующего выпуска программы скажите доктор профилактика и лечения ОРВИ. К нам в студию придёт врач-терапевт лор-врач Олеся Сергеевна Ким. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернета издания 53 новости и в группе скажите доктор ВКонтакте. А на сегодня всё. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин